29 июня 2024 года самовольная незаконная устроенная бутбинтонная площадка которые которые сейчас всеми силами пытаются защищать и муниципальные депутаты департамент природопользования и гпц это государственный природоохранный центр ну вот с октября 2023 года в деревьях находятся гвозди саморезы многочисленные о чем неоднократно жители района сообщили и в департамент природопользования и межрайонную природоохранную прокуратуру вот здесь по факту уже были сломаны свежие ветки которые же засохли видео снималось ранее новые скамеечки места для сидений новые разрытия здесь выкапывание попытки установки чего-то нового рвы и канавки для стока вод чтобы площадка была сухая вот многочисленные саморезы здесь натянута леска в деревьях так эти саморезы и остались несмотря на многочисленные обследования территории госинспекторами гпц повторюсь государственный природоохранный центр рожек костров сломанная рябина молодая последнее обследование территории отчитался департамент природопользования госинспекторы проводили 13 июня 2026 года то есть несколько дней назад вот снова сломанные в июне ветви снимались ранее тоже когда они были зелеными новый спил дерево в этом году точно замусоривание это предметы интерьера в бентонной площадке здесь из рубленого орешника уже строится шалаши какие-то департамент природопользования постоянно ссылается на постановление 1620 в котором говорится о режиме охраны использования территории на которых запрещено проведение мероприятий и работа границах опыты с бомбентонистами которые вырубили все вот эти вот деревья полностью изменили ландшафт воткнули крышечки пластиковые копали столбы сбили гвозди шуруп саморезы все остальное прочее в деревья нарушений не нашли с данными личностями были проведены беседы ну вот кстати листву который они сгребали они вот сюда всыпают это тоже предмет их интерьера сиденица так вот все эти личности бомбентонисты с ними были проведены лишь беседы разъяснительные о недопустимости нарушения законодательства то что касается уже совершенных правонарушений причем попадающих под уголовную ответственность никто привлечен не был и непонятные усилия департамент природопользования муниципальных депутатов и гпц так защищать эту площадку такие усилия прикладываются также эта территория находится водоохранной зоне и прибрежной полосе возможно это заповедная даже зона и вот интересно чем так заинтересовали бы бентонисты муниципальных депутатов например которым жители района в течение нескольких лет обращаются муниципальные депутаты вообще не могут помочь не хотят а здесь фактически по щелчку пальца распоряжаются целым заказником вот они тебе повырубали и не надо говорить что это были больные деревья вот рябина стволы и немножко совершенно нормально также не был произведен демонтаж вот этих тропинок из вырубленных ими стволов орешника не была приведена территория в нормативное состояние то есть не возвращен природный ландшафтный ландшафт не был приведен нормативное состояние не были крышки выкопаны столбы и все это вблизи памятника воинам великой отечественной войны то есть у нас муниципальные депутаты 9 мая поставят галочку и все а то что касается памяти место скорби печали и покоя тишины здесь у нас вот будут играть под бентонисты то есть иначе как кощунцам не назвать не могу будем обращаться дальше конечно колоссальные колоссальные масштабы повреждений здесь кстати обитает краснокнижная ласка по большому счету наплевать мне это же главное но чтобы спортсмены играли память предков мечтим отдавших жизнь за то чтобы нынешнее поколение могу жить лишаем граждан ухудшается экология связи с массовой вырубкой лишает среда обитания животных уничтожаются растения и нарушений нет даже на примере вот этих вот гвоздей которые неоднократно присылаются видео и в департамент природопользования и в природоохранную прокуратуру при проведении обследований этих нарушений не видят фантастика вот там находится памятник воинам отдавшим жизнь за нас